СКРИПКА Скрипка занимает особенное место не только в оркестре, но и в искусстве многих жанров. Только она, обладательница особенного голоса, бывает волшебной, инфернальной и связанной с постосторонними силами. Дьявол и скрипка. Скрипка и дьявол. Такое сочетание появляется в литературе и изобразительном искусстве из века в век. Форма инструмента часто сравнивается с линиями женского тела. Тембр, очень похожий на человеческий голос, инородное происхождение породило множество легенд и преданий. В древних сказаниях скрипку связывают с дьяволом, а скрипачей часто наделяют темными силами. Первые скрипки появились на земле только лишь в эпоху Ренессанса, XIV-XVI века. Сразу же возникли легенды, связанные с ними. Самое известное из них гласит, что создателем первого инструмента был никто иной, как сам дьявол. Князь тьмы влюбился в прекрасную земную девушку и пытался соблазнить ее, предлагая сказочные богатства. Однако прелестница не ответила на его чувства, и тогда дьявол превратил девушку в музыкальный инструмент, чья форма так похожа на женское тело, а голос на плач. Существует много старинных сказаний о чертовых пирушках. Часто в сюжете присутствует скрипач, которого бесята заманивают на свою вечеринку, так как все дьявольские отродья очень любят игру на скрипке. Прикинувшись богатым мужиком, черт приглашает деревенского музыканта на праздник, оказавшись на котором, тот понимал, что дело обстоит нечисто. Вырваться ему оттуда, если удавалось, то с большим трудом. В пистемистическом варианте музыкант был вынужден вечно углажать чертей и ведьм своей игрой. Одно из самых популярных европейских преданий – это история о красной скрипке. Якобы скрипачный мастер добавил в лак кровь своей горячо любимой жены, после чего душа женщины селилась в инструмент и стала мстить музыкантам, играющим на ней. По мотивам этой старинной легенды был снят фильм «Красная скрипка». Существует и несколько вполне реальных историй из мира музыки, которые подпитали старинные народные предания. Одна из самых известных – это создание произведения под названием «Дьявольская соната» или «Дьявольская трель» – композитора и скрипача-виртуоза Джузеппо Тортини. Вот как об этом рассказал сам автор в своих воспоминаниях. Однажды, в 1713 году, мне приснилось, что я продал душу дьяволу. Все было так, как я желал. Мой новый слуга был готов исполнять любое мое желание. Я дал ему свою скрипку, чтобы понять, может ли он играть. Как же я был ошеломлен, услышав такую замечательную и прекрасную сонату, исполненную с таким мастерством и искусством, которое я даже не мог представить. Я чувствовал себя заколдованным, не мог дышать, и тут я проснулся. Сразу же я схватил скрипку, чтобы хотя бы частично запечатлеть мой сон. Увы, музыка, которую я тогда записал, является лучшим из всего написанного мной, и я все равно назвал ее «Дьявольской трелью». Ее отличие от того, что меня вдохновило, было столь огромным, что я разбил бы мою скрипку и навсегда распрощался с музыкой, если бы нашел возможность жить без этого удовольствия, которое она мне доставляет. Очень много сделал для популяризации связи скрипки с дьяволом знаменитый Никола Паганини. Невероятный талант, который объясняли помощью нечистого, да и сам образ музыканта, который носил длинные волосы и имел своеобразную внешность, родили множество слухов о нем при жизни. Сам маэстро эти сплетни скорее поддерживал, так как намекал на некий секрет своего таланта, о котором он расскажет только по окончанию музыкальной карьеры. Все это привело к тому, что епископ Ниццы отказался отпевать его после смерти, и прах великого музыканта был окончательно захоронен только через 56 лет. Несут на себя печать загадочности и скрипки знаменитых мастеров. Один тот факт, что до сих пор при всех современных технологиях сделать подобные шедевры не удается. Создает почву для слухов и мифов. Талант Антонио Страдивари, народная молва чаще связывает с божественным началом. Якобы в детстве он получил благословление самого Господа и чудесное миро, которое при добавлении влаг придает скрипкам божественное звучание. А вот другого знаменитого создателя инструментов Джузеппе Гварнери еще при жизни обвиняли в связи с нечистым. По слухам, мастер, связанный договором с орденом иезуитов, был вынужден продавать им скрипки за бесценок. Обида и жадность привели его к сделке с дьяволом, благодаря помощи которого инструменты приобрели совершенно особые качества. И все же, почему именно скрипка стала объектом такой чертовщины и связалась в народном сознании с образами смерти и сатаны? Исследователи считают, что причину нужно искать в ее происхождении. В отличие от других инструментов, известных с глубокой старины, скрипка в своем современном виде появилась только в 16 веке и долгое время была инструментом простолюдинов. Благодаря небольшим размерам, ее легко было принести на праздничные гуляния, на природу или карнавал, где под музыку народ предавался земным радостям. В определенный период времени такая музыка противопоставлялась возвышенной церковной, исполняемой акапелло или на органе. Возможно, что само чувственное и колдовское озвучание этого инструмента также стало причиной его неоднозначной репутации. КОНЕЦ 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 Продолжение следует...